Друзья, приветствую! Мастерская Rydoskalt. Хочу представить вам новый инструмент. Это Mora Harpa, шведский народный инструмент. Хочу рассказать поподробнее. Появились новые введения интересные. Мы видим три струны, основные голосовые. Как это и принято. Это бурдон открытая. В унисон через октаву настроена первая струна относительно второй. И третья струна относительно первой в квинту. Ре, ре, ля. Извиняюсь, ре, ре, соль. В буквенном варианте D4, D3, G3. Хроматика на две октавы и два полутона, или тон. О новом введениях, что хочу сказать. Появились две новые струны. Резонансные струны. То есть, резонансные. Что это значит? Они являются голосовыми. То есть, они утоплены ниже гораздо плоскости проведения смычка. Смычок не касается этой струны. Они лишь отзываются, резонируя. Когда мы играем на голосовых струнах. Я настроил их в квинту в данном случае. Вот так решил попробовать. Конечно же, вы можете настраивать их как угодно. Экспериментировать. Для этого есть возможность. То есть, есть колки для них. Так. Квинту. Почему в квинту? Я решил попробовать в квинту. Потому что в квинте содержится весь спектр обертонов. И они отзываются очень хорошо. Как на первую струну. Надеюсь, слышно. Так и на вторую. Вот. Звук обогатился, конечно же. Резонансные струны дают именно такой эффект. Богатый, расширенный звук. Видео будет чуть позже. Вот. Так. Это гитарные струны. 0,10. 0,10 по маркировке. Вот. Может в будущем резонансных струн прибавиться. Как и уникель-харпы. Вообще на мурахарпу не принято делать резонансные струны. Но, тем не менее, получилось очень здорово, очень живо и интересно. Друзья, удачи. Пишите, обращайтесь. Мастерская Ride of Sculpt. С удовольствием изготовлю для вас подобный инструмент. Либо более простой вариант. Всем пока. Всего хорошего. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова